ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я буду начинать. Мы с вами стали осмотрать указание пыли цвета. Мы, в частности, насколько я помню, мы закончили тем, что обсудили скачетности частицы и античастицы, предположим, для частицы со спином 1,2. Мы также нашли преобразование, например, умного функции для частицы со спином 1,2, для преобразования C отражения. Теперь давайте попробуем сообразить, какая цичерка изложена в индустрию у фотона. Если частица заряженная, то, естественно, каким-то определенным банковым числом она не обладает. Потому что если я делаю преобразование для электрона, то он переходит в козитрон. То есть если я поделюсь в козитрон, то он перейдет к козитрону. То есть нет никакого ее собственного состояния, нет определенной четности, естественно. Правильно, да? Но если я поделюсь в преобразование зарядного сопряжения на фотон, то он перейдет к фотону. Тогда, казалось бы, здесь должно появиться, может появиться некоторое собственное число, которое есть отчетность фотона. Зарядовая четность фотона. Так, да? Как вы думаете, какая она? Минус единица. А? Минус единица. Что? Минус единица. Минус единица. Почему минус единица? На вопросе поиск. А? На вопросе поиск, да. Я вам уже сказал, я вам уже сделал. На предыдущем вопросе получали бы лекции. А, вот ты. Опоздал я, да? Ну ладно, значит, тогда... Цельчетность фотона, значит, отрицательная, да? Потому что, что... Вот такая, да? А почему, как вы-то там говорите, все молчат? Они с предыдущей пары, так сказать, не довести до этой пары. Вот такое. Значит, ну что это? Потом, да, это электрические магнитные поля, да, которые генерируются токами, да? Если вы меняете заряд, да, то электрические магнитные поля тогда меняют знак. Правильно, да? То есть, волная функция фотона должна поменять знак. Отсюда мы можем, например, сказать, если пеноль, да, остается на 2 грамма кванта, да, это был у нас предыдущий парень, да, то тогда, ну, отсюда мы сразу выясняем, что зарядная ну, то есть, зарядная чертность пеноль-миноль, да, тоже должна отличать определенным, потому что, если я подействую за пеноль, ну, любая нейтральная система, да, в принципе, может обладать определенной чертностью, хотя не любая. Вот, то есть, опять получается пеноль, да? То есть, здесь опять может либо плюс, либо минус, да? Так, да? Вот. Но здесь плюс, да, почему? Потому что пеноль распадается на 2 грамма кванта. Ну, и если у электромагнитных взаимодействий четкость сохраняется, она сохраняется, да, то отсюда мы делаем вывод, что, ну, 2 грамма кванта, да, если я это делаю, значит, это минус на минус будет плюс, да, то есть, зарядная чертность пеноль-миноль будет положительной. Отсюда сразу следует, что если пеноль распадаться на 3 грамма кванта не может, то есть, такого распада нет. А вот это распадывает счет. Если вы откроете таблицу, да, то вы увидите, что пеноль почти всегда распадается, ну, там, с другими распадами на 2 грамма кванта, а на 3 грамма кванта стоит только ограничение. Ну, там, конечно, можно распадаться на 4 грамма кванта в подзачетности, да? Ну, правда, тогда уже подажно по акту, да, дополнительно имеется акт от фонографии, да, вероятность, по сравнению с другими компаниями. Вот. Но сразу я отвечу, что ненормая нейтральная система, да, обладает определенной сочетностью, да, есть, например, такие системы, как комбизон, знаете, да, такие? Вот. Здесь К0 и антиканур, да? То есть, если я подействую на К0, то он перейдет в антиканур, да? То есть, при переходе он не переходит сам себя. Антиканур, ну, это связано с тем, что форматы как-то разные здесь имеются. Имеется D и D антиканур и S антиканур. Вот. То есть, при зарядном сопряжении она не переходит сама в себя. Есть DGC. Ну, к ним еще, там, как-то откроемся. Вот. Кроме того, есть, например, такая система, как E+, N, да, которую вы, наверное, тоже знаете, да? Она называется позитомолен. Да? Вот. У нее тоже, ну, так она нейтральна, да, то при близкой зарядной сопряжении, да, у них прибудет E+, N, да? Вот. И тогда у нее тоже, может быть, вполне определенная сочетность, да? Какая будет сочетность? Минус. А? Минус один. Минус один, говорят. В общем, уже будет предложение. Сразу себя вносить через список. Почему, я так понимаю, почему вы не говорили? Просто это плюс положение, да? А? Почему электрон от электронов же разная чёрность? П. Чёрность. Да. Я только что говорил, что если действует Z, чёрность, она, электрон, она переходит в противоположную. Ну, мы даже делали преобразование, помните, в прошлом семинаре, то есть с отрицательной энергией, которая описывает частицу, да, действовали оператором заряда сопряжения, она переходила в частицу, помните, да? Да, 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 да. Ну, сейчас не хочу управляться с этими неправильными, да? Давайте рассмотрим, значит, E+, E-, это какая система? Это система из двух частей, правильно, да? Её основная функция должна быть какая? При пересолодке этих частей, антисимметричной, да? Если я переставляю E+, как вы мне предлагаете, да, я получу минус правильного функции, если я переставил это, то, заметите, что, когда я переставил E+, я сделал не только зарядовые отражения, я не только переставил заряды. Я переставил еще, что, их координаты, да, и переставил, что еще, спины, да? Ну, и все это тогда, значит, вот, полную переставленку частиц, да, если я беру, то, например, вот так переставляю, да, то он, в принципе, Хервис, да, говорит, то, что у моего функция уже будет отрицательным. Правильно? Вот. Я поставил минус. Этот минус включается в какие части? Я сделал зарядное отражение, да? Я переставил зарядное. Кроме того, я переставил координаты. Если координаты переставил, то что я получил? П. А? Ну, П. П это чего равно? П. Хорошо, букву написать, будет еще более определенное. Ну, если я переставляю координаты, и у них орбитальный момент T. Минус 1. Минус 1 в степени L, правильно? А если я переставил спины? Минус 1 в степени L плюс 1. Минус 1 в степени L плюс 1. Так, да? Согласна? Ну, вы знаете, да? Мне не надо вам напоминать половые функции со спином 1 в 2. Да? Если спина равен 1, то половые функции симметричны, правильно? А если полный спин равен 1, то половые функции антисимметричны, да? Никому не надо это напоминать? Нет? Не надо. Хорошо. Тогда отсюда я имею C, равняется L, минус 1 в степени L. Следующий плюс S. Оказалось, немножко сложнее, чем L и L. Да? Значит, ну, отсюда мы можем сказать следующее. Ну, понятно, что какие основные состояния. Основные состояния, естественно, L равняется 0, да? Ну, и так дальше есть C, равняется 0, L, и L равняется 1, да? А L равняется 1, это еще более высокоразбужденное состояние. Так. Ну вот, S равняется 0, называется, как называется? А? Парапозитронный, да? А тут называется портопозитронный. Так, да? Ну, и соответственно, если L равняется 0, S равняется 0, что? С четкость равняется 1, да? И тогда E плюс, E минус может распасться только куда? Только на... 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 Ну, если у вас имеется электронный позитрон, и они аннигилируют, то куда они могут перейти? Какие частицы есть еще с более меньшей массой? Патоны. Патоны. Патонов и чего нет, да? Значит, так, если четность у него положительная, да, оказалась, значит, он не выходит во что? Два патона, да? Так, да? Так, да? Вот. А здесь четность оказалась какая? Отрицательная. Значит, он куда перейдет? В один потом и предлагает перейти. Либо в три. Так в один или в три. Ну, в один или в три. В один или в три. Может, и в то, и в сто. Может, и в то, и в то. Нет. В один там, наверное, не будет. Да. В один нельзя перейти, да? Сейчас оттуда, почему в один нельзя перейти, да? Значит, переходит в третий. В три патона, да? А почему в один нельзя перейти? В том, что в системе. Да. Значит, то, если мы распишем, да? Что? Ну, в два, да? Переходите как, да? И возьмите, ну, в квадрат вызовите, найдите на вариантную массу. Правильно, да? Вот. Ну, то есть, в квадрате, это фотон. Ну, у него равно нулю, да? Ну, а вот это равно, ну как, минимум это две массы в квадрате. Правильно? Согласны? Ну, меньше быть не может. Ну, как? Это, это что такое? Ну, один плюс два – это вариантная масса двух частиц. Ну, если у них масса, так сказать, есть, да, то меньше, чем сумма от этих двух масс это быть не может. Правильно? Ограничали здесь снизу. Вот. Ну, тогда, соответственно, здесь, как минимум для массы, да, здесь 0. А здесь четко норм. Флатон реальный, да? Не виртуальный. То есть, вы не путайте, как это, то, что вы наблюдаете, там, входите на е плюс и минус, да? Там е плюс и минус сталкивается, рождается один фотон, но он виртуальный. Понятно, да? У него k в квадрате не равно 0. Вот. А если потом реальный, то у него k в квадрате не равно 0. Вот. Теперь давайте еще, ну, вот это, что касается четкости, у некоторых просто примеров. Вот. Дальше, есть еще, мы с вами обсуждали, подчетность, да? Уждали? Ну, вот, например, подчетность, подчетность и нуля. Подчетность и нуля была определена по распаду на два, опять же, гамма квадрата, да? А как она была определена? Ну, вот, были применены совсем простые, так сказать, соображения, да? То есть, у вас есть амплитуда распада, и она должна быть линейна по чему. По волновой функции фотона первого, да? По волновой функции фотона второго, правильно, да? И по чему? Ну, и еще может быть включат, ну, относительно юность. Так, да? Ну, и есть волновая функция пи нуля, кратя-фи, он скаляр. Да? Так, да? Тогда матричный элемент, если бы вы сумели его вычесть, да? Он был бы линейно зависим от волновой функции пи нуля, от фотона второго, первого, да? И, возможно, включать импус. Больше ничего нет, да? Больше ни от чего зависеть быть не может. Согласны? Ну, и тогда какие у вас могут быть предположения по строительству такого матричного элемента, да? До вероятности распада. Какие могут быть предположения? Скаляр, предположение чего, на чего? Ну, потом, наверное, на... И, один, на... На кто? На К. На К. Так, да? Ну, потом, вот такая же, как у нас. Е, два, на К, да? Так предлагаете? Ну, это равно нулю, да? Чего равно нулю? Да. Ну, как вы знаете, да, что дивергенция А, да, равно нулю, да? То есть, Е на К равно нулю, да? Значит, такого быть не может, да? Так для этого. Значит, надо вам что-то придумать новое. Что еще нам будет придумывать? Этот вариант не прошел. Я вот с этого, да, пожалуйста, позволю. Какие еще есть варианты? Ну, что такое? Это вектор у вас, и вы задумались... Ну, а материчный любит – это скаляр, правильно, да? Какой еще вариант? Да что такое? Как неправильный вариант сказали, вы сразу сказали. Как правильный, так вы здесь сказать ничего не можете. Что такое? Как правильный вариант? Как правильный вариант? Вектор на произведение, да? То есть, Е1, да? Умножить вектор равно Е2, да? Это предлагаете? Или что-что? Или как? У меня нет этого награды. А что вы награды? Ну, верторное произведение, ну, правильно, можно давать, я уже не могу, да? Да, ну, тогда надо только это смешанное произведение взять, ну, должен быть скаляр, да? То есть, Е1 и Е2, да, вектор, и еще нужно, наверное, да? Так, да? Вот это не будет, это возможный вариант. Так, да? Ну, есть еще варианты? Ну, как? Ну, всевозможные перестановки. Ну, почему перестановки? Перестановки, они ничего, как это дело, не помогут, да? Ну, я не пойму, почему вы самый простой вариант называете. Е1 и Е2. Ну, К не обязаны входить. Обязаны входить только в волновой функции, правильно, да? В матерстве лиме. Я сказал, К может входить. Я сказал, что вот эти вот обязаны входить, да? Матерстве лиме, да? Матерстве лиме, да? А К может входить, да? Значит, есть еще такой вариант. Дальше из этих вариантов нужно выбрать, какой реализуется. Какой, значит, оказалось, но здесь вы не можете сказать, какой реализуется, да? Здесь я должен сообщить, какой реализуется. Реализуется то, что, так сказать, волновая функция пенермисона, это является псевдоскалярным. Но здесь, конечно, для того, ну как, если мы сочетаем матерский элемент, да, то мы получим какое-то, что нам нужно измерять? Нам нужно измерять вектора поляризации. Правильно? Что сделать крайне затруднительно? В том плане, что, ну, их как измерять? То есть, на самом деле, измеряется распадки ноль на два позитрона на два электрона. То есть, когда гамма конвертирует в электронно-позитронную пару. И тогда, измеряя плоскость между этими парами, вот, можно измерить, на самом деле, какой вариант реализуется. Ну, при преобразовании Е1, Е2, куда переходит при первом преобразовании? Плюс, ну как, делаем преобразование. А вот это куда переходит? Минус. Правильно, да? Вот, оказалось, что пи ноль является псевдоскаляром. То есть, его точетность отрицательная. Ну, и давайте еще один вариант здесь рассмотрим. А для варианта, так сказать, еще, ну вот, кроме пи ноль, есть еще заряженные диаметры. Да? Вот, четные заряженные диаметры бывают делены в какой реакции? Ну, да, это детон, да? Про детон вы все знаете, да? Это связанное состояние чего? Протоны? А? И нейтроны, да? И спину этого состояния какой? А? Ну вот, да? Ну, они находятся как протон и нейтроны, но находятся в каком состоянии? В этом смысле, есть орбитальный момент и есть полное значение спина, правильно, да? Орбитальный момент у них какой? Л чему равно? Ну вы же, Дмитриев вас считает? Детон же вы должны знать. Неужели Дмитриев вам не рассказал про детон? А? Ну как, там есть л равняется нулю с примесью D волны, да? Было такое? Один только кивает головой. Что такое было? У столи, видно, не было, да? Вот. А полный момент еще выравняется, ну то есть есть L, да? И есть, так сказать, еще спина. Ну, какой полный, так сказать, живой у детона? Не знаете, да? Ну, тогда мне придется сообщить, что он равняется единице, да? Сообщил вам, да? И вы запомнили. Вот. Ну, тогда, если вы знаете, известно, что вот эта реакция идет из-за состояния. То есть относительно орбитального момента равняется нулю. Ну, для этого есть там расчеты и так далее, то есть я не буду их углубляться. Ну, нам интересно понять, как вот, если мы знаем, что это идет из S-состояния, понять, какая четность P-мизона. Понятно, что зарядовой четности у него нет, да? Вот так это заряженная частица. При зарядовой промеженном переходит к плюсу. А вот P-черность у него вполне можно убить, да? Значит, что после этого мы можем сказать? Значит, здесь это протоны нитров, да? Так, да? Значит, если я делаю пространственное отражение, да, здесь будет P-вида, да? Будет? Которое, я не знаю, которое нам нужно найти. Правильно? Так как карбитальный момент равен нулю, да? То есть ничего больше нет. Так, да? Согласны? Ну, я имею эту отражение четности. Кроме того, здесь есть P-фотона и P-нетронов. Согласны? А что имеется? И это должно равняться четности другого состояния, правильно? Которое имеется справа. Так, да? Ну, это сильная реакция, обусловленная сильным взаимодействием, поэтому четность сохраняется, да? Здесь имеется P-нетронов в квадрате, согласны? И, если что, если есть орбитальный момент, да, между ними? Так, да? То минус единица в степени R, согласны? Минус единица в степени R. Так, да? Казалось бы, вот это я написал, после этого легко определить, но для этого нужно знать что? R, да, нужно знать. А какое будет между ними R? Неизвестно, да? Как определить это? Ну, как это? Вспомните, этот самый позитроний, да, который вы только что обсуждали. Метод примерно тот же самый. То есть, что? Это опять система чего? Двух фермионов, да? Значит, тогда он говорил, что это при перестановке минус единица в степени минус единица, да, при полной перестановке. Так, да? А с другой стороны она равна чему? Минус единица в степени такой же. R плюс S плюс 1, да? Ну, все остальное у них одинаково, да? Согласны? Значит, отсюда мы говорим, что R плюс S, R плюс S, да, должно быть что? Чертно, да? Так, да? После этого мы давайте напишем, да, S и R, да? Какие могут быть варианты, да, у этой системы? Либо S равняется нулю, да? Ну, тогда что? R равняется нулю, да? Либо R равняется двойке, да? Четверке и так далее. Продолжим туда. Так, да? До бесконечности можно писать, да? Теперь S равняется единице, да? Может такой вариант быть? Ну, как? Это два нитерона со спином, одна вторая. Нитерона будет сложиться либо в спин равную нулю, либо единица. Так, да? Если S равняется единице, то отсюда получаем что? Единицу получается, да? S, да? Либо трое, да? Ну, и так далее, да? Теперь давайте напишем полный G, да? Какой может быть после этого? Да? Здесь может либо 0 быть, либо 2, да? И так далее. А здесь сколько может быть? 0, 1, 0. Так, да? Ну, 2, 3, 4, да? Согласны? И так далее. Теперь смотрим. Что же, ну, сравнение момента нам никто не отменял, да? Слева у нас какой-то полный момент? Единица, правильно, да? Значит, если это единица, то тогда все эти варианты нам не подойдут. Ну, как 0, 2, 4 и так далее. Здесь понятно, что если я сколько бы не продолжал, ничего там тоже происходящее не найдется, да? Значит, подойдет только вот этот вариант. Видите? То есть, вот этот. То есть, L равняется чему? Единице. То есть, или, оказывается, будет равно единице. То есть, отсюда я получаю здесь вот так, да? Я это берешься трубку, получаю вот так, да? Тогда P, P, да, равняется чему? Минус P, протона, P, дитона. Получили? Если мы теперь выберем четкость протона и дитона одинаково, да, то получим минус. Относительный четкость протона и дитона. Ну, для того, чтобы, по сути дела, у P0 совпало с P-, да? Относительный четкость протона и дитона мы определить не можем. Какие есть вопросы? Итак, мы с вами рассмотрели преобразование C и P, ну, и некоторые примеры, ну, уже очень простые примеры из реакции, да? Внутренние четкости, связанные с C и P. Еще, как мы с вами обсуждали, есть ее преобразование T, да? Отражение вреда. Помните? Вот. Ну, а как вы думаете, обладает ли частица, могут ли частица обладать определенной Т-четностью? Ну, как-то... Может быть, она, так сказать... Вернее, по-другому тоже, наверное, она будет спросить измеренно. Ты-ты-ты-четность? Ой, ты-ты-четность? Что делает преобразование T? Оно отражает направление времени. Правильно, да? Это что означает у вас? Смотрите. Значальное количество состояния меняется местами. Правильно? Да. Поэтому для того, чтобы обнаружить, ты-ты-четность, например, сохраняется или нет в процессе, да? Вы можете, ну, уже сравнить процесс, который идет, ну, как... В прямую, да, и в обратную сторону. Ну, условно говоря, да? Что такое прямая и обратная сторона? Это, так сказать, непонятно, да? Понимаете, да? Но, когда вы сравниваете прямой и обратный процесс, у вас всегда начальное и конечное состояние просто меняется местами. Понимаете, да? То есть, в этом случае все частицы остаются на своих местах. Ну, как? Никуда они исчезают и не появляются. Понятно, да? Поэтому, как... Т-четность частицы писать не представляется возможным, да? Но, тем не менее, преобразование правового функции при D-отражении, да? Это вполне возможно, да? Ну, например, мы можем посмотреть вот то же самое, опять же, с системой 1-2, да? Помните? Уравление... Смотрим, да? И, да? А, да? Гамба-мил. Д, это не х-с-лю. Ну, давайте, я вегу джаншу описать, давайте. И... С, да? На х-си, равняется ну. Вот. И можем рассмотреть t-отражение, да? И, опять-таки, пытаться найти связь между полновытыми функциями. Помните, как мы сказали на химусе цеха же? Так или так? Ну, и какой оператор? Давайте уже... Вот я написал уравнение. Не зря, что я написал. Найдем. Ну, то есть, чего мы знаем? Ну, как? Вы можете или мне расписать в уме? Вот представьте здесь, что... Если я распишу теперь по компонентам, да? Перед t поменяется знак. Да? Значит, для того, чтобы... Ну, мы же обсуждали с вами, да? Что при t-отражении, в общем, начальник, конечно, они меняются местами. То есть, это истопряжение, правильно, да? То есть, нужно сопрячь. Да, правильно. У меня, наверное, не получится. Так. А теперь я буду здесь писать. А вот здесь поменяли знаки, правильно? Это... Тогда это будет от минус t. Так, да? Ну, t, примерно, на минус t. Вот. Дальше что? Нужно как-то... Если я сопрягаю, да? Получаю там здесь плюс, да? А здесь получаю минус, но сопряжённый, да? То есть, я здесь знак быстро поменял. Вот. А теперь сопряжённый, мы уже это с вами обсуждали. Какая гамма-матрица у нас мимо, только вторая. Правильно, да? То есть, она будет... То есть, это будет гамма-2, а будет минус гамма-1 и минус гамма-3. Согласны, да? Ну, я так это слово напишу здесь. Только ещё раз не переписать. Ну, когда я сопрягаю. Вот эта матрица перейдёт только так, да? Так? То есть, тогда что-то получается... Ну, я с учётом этого знак, естественно, пишу. Вот. То есть, тогда гамма-2 уже имеет правильный знак. А гамма-1 и гамма-3 имеют не правильный знак. Согласны? Ну, для того, чтобы их подправить, нужно на что-то умножить? На гамма-1, гамма-3, очевидно, да? Потому что, когда гамма-1, гамма-3 через гамму-2 обратился, два раза, да? Ничего не поменяется, правильно? А через гамма-1 и гамма-3 будет меняться, да? Потому что только одна матрица отличается. Так, да? То есть, получается, что си в т, да? Оно равняется гамма-1, гамма-3 на си в со звездой гаммы. Ну, и происходит, конечно, множитель этой т, да? Согласны? Ну, это просто как изменяется волновая функция, говорят, это отражение. То есть, я повторюсь, что, вообще говоря, нарушение этой чётности вы можете изучать, да? Но приписывать внутреннюю чётность, да, частично? У вас не получится. А на нарушение этой чётности, как это, изучать можно? Вот, не знаю, там, пару лет назад была работа на Бабаре, в которой, вот, именно изучался процесс прямой и назад с гамма-1. И было объявлено, что это, вот, первое наблюдение на нарушение этой чётности. Хотя, значит, люди, которые занимались комизонами, да, они говорят, что они когда-то давно уже это тоже видели. Ну, правда, там несколько более хитро видели. Ну, единственное, что можно точно сказать, что это первое наблюдение прямого и обратного процесса нарушения чётности. То есть, на Бабаре было сделано. Вот. Другое дело, что там, в комизонах, обязательно нужно было вставлять там теничётную амплитуду, чтобы описать, и они её измеряли. Вот. Но, обнушение прямого и обратного процесса, это было впервые сделано на Бабаре, в комизонах. Вот. Так, ну, сейчас я пустую, пожалуй, я, наверное, всё сказал, что хотел по этому. Пока, по крайней мере. Так, ну ладно, тогда давайте какие есть вопросы по этой части, потому что сейчас мы немножко сменим, как бы, направление нашей деятельности. Будем изучать не C, P и T чётности, а будем пытаться рассчитывать процессы, да, вероятности распада, рассечения. Поэтому, если у вас вопросов нет, то я сейчас всё затрую, чтобы освободить пёску. Стираю, да? То, что писать сейчас надо будет много. Итак, сейчас попробуем засчитать распад из того, что мы с вами изучали. Нам уже хватали знаний, да, или чего-то там хватали, чтобы засчитать их героя из распада. Начнём мы с самого простого, естественно, распада. Для того, чтобы сочетать распада, нужно писать во граждан взаимодействие. Ну, раньше писали вами во граждан до свободной частицы, помните, да? Ну, например, из него получали уравнение Калина Кардова, да? Помните это? Ну, так, чтобы во граждан вложу ставить ту часть, которая отвечает за взаимодействие. То есть, я, как я говорю, не буду писать пол во граждан. Вследствие пол во граждан включает ту часть, которая отвечает за свободное движение, плюс части, которая связана со взаимодействием частиц. Понятно, да? Вот. Поэтому, во граждан взаимодействия, можно его указывать, что именно во граждан взаимодействия, хотя мы каждый раз это писать не будем. Вот. И рассмотрим взаимодействие скалярной частицы, нейтральной, с другим заряженной, ну, заряженной частицей. И напишем в граждан очень простое. Фи от Х и со звездой от Х. Ну, нет. Где Фи – это нейтральное поле, да? А Фи – маленькое. Это поле комплексное. Как мы с вами знаем, что комплексное поле описывает частицы заря. Помните, да? Это мы с вами обсуждали. То есть, мы это уже знаем. Ну вот. Теперь давайте попробуем сочетать вероятность распада, например, нейтральной частицы. Пусть нейтральной частицы. Ну, естественно, здесь надо, конечно, чтобы еще позволяли нам массы, да? Пусть, например, нейтральная частица более тяжелая, чем заряженная частица. Понятно, да? То тогда, ну, больше, чем две массы, да? Та нейтральная частица, если такой влогоножан есть, в принципе, может распасться на две заряженные. Так, да? Ну и давайте попробуем написать это. Такой распад. То есть, мы смотрим на это, как уже слово пропишу, вверх. И всегда распадается на звездой тамфетан. Так, да? Ну, это, скажите, происходит такой распад. Вот. Ну, а дальше, что нам нужно? Нам нужен звук никак неутистованный порядок, да? Чему равняется три адреса? Это что такое? Это была сумма. Давай первые руки, кто-нибудь, давайте я напишу, а потом кто-то из вас пойдет и сосчитает. Это что было? Деница? Ну? Корень из два. Да, корень из два. Там, омега, там, в, да? Так, да? Вот. Ну, так как корень у нас, мы сказали, это действительно, да? То, соответственно, будет а, от, что там, к, например, да, на е в степени минус икх. Так будет так проверять? Плюс ах, да, крест, на е в степени икх. Так расписывали поле. Значит, теперь надо расписать еще более терпись. Это сумма, да, единица на корень, не знаю, там, 22 ве веществом 22000. Так, да? Другие буквы. Хотя неважно. Ну, значит, теперь что? Ну, естественно, это другие операторы, да, рождение и уничтожение. Мы обсуждали, что а и окрест — операторы рождения и уничтожения, да? Вот. То есть, естественно, другие операторы — это будет там, b какой-то, на е в степени икх, да, плюс. А здесь что нам нужно написать? Здесь уже икх крест, да, поле у нас комплексное. Вот. Целый крест на p, да, е в степени икх, и p, икх. Помните? То есть ничего… Ничего зря у нас не пропадет, да? Что вы бы не свечали с вами. Вот. Теперь давайте напишем, как тогда написать начальное и ограниченное состояние. У нас начальное состояние имеется что? Вот. Одна частица с каким-то импульсом, да, а если имеется две частицы, с каким-то импульсом, и у меня другие частицы. Так, да? Значит, тогда пишем что? Начальное состояние. Как вам нужно говорить? Какие будут предложения? Давайте я перерыву вам, надо написать состояние. Что такое большое? Ну, помните, мы обсуждали, как действует состояние а или окрест, да? Вот если у нас есть какое-то состояние, да, то если я действую состоянием оператора а, да, то оно что там? Уменьшает, да, уничтожает эту частицу, правильно, да? А если я действую а крест, то оно что делает? Рождает а. Вот. Ну, значит, тогда, как записать? У нас есть вакуум, да, он на него подействует, и появится одна частица, правильно, да? То есть тогда это уничтожает а, ну, какая-то х, да, крест на 0, да? Ноль это вакуум, да? Ничего нет. Так, да? Теперь, что такое конечное состояние? В конечном состоянии у нас что? У нас имеются эти частицы, эти частицы, да? Ну, мы даже не будем пытаться считать две частицы с одинаковыми сантим, да? Хотя мы уже попробуем, да, что у вас получится. Вот. То есть имеются частицы, эти частицы, да? То есть как мы должны написать? Ну, вот такие имеются, да, в конечном состоянии. Какие будут предложения? Ну, то есть это будет B крест, ну, не просто B и C, а ну как, рождается частица. А, вот те, я думаю, я бы сразу... Да, с таким припульсом B1, да? Так или нет? И рождается что? Секрет, что ли? Так или не так? Или я все неправильно написал? Только сейчас говорим по факту. А, да. Это я, извиняюсь, да? Да, помню, когда я не делся. Ну, посмотрите. Так или не так? Еще раз повторяю. У нас перед тем, как граждан взаимодействует. Это только часть полного комитета. Теперь весь граждан записывать не буду. Ну, да. Но для того, как граждан взаимодействует, у нас имеется вот решение, которое мы с вами уже обсуждали. Так, да? И мы даже уже знаем, как операторы A, B и C действуют. Да, их действия. То есть они там рождают или уничтожают. Так, да. После этого мы можем написать... Пусть у нас имеется конечное состояние, конечное состояние, которое будет существовать. Они будут описываться таким вот образом. Так, да. А теперь дальше по теории возмущений, да, мы можем попытаться найти вероятность распада. Все будет считаться по теории возмущений, да, потому и другой теории нет. Ну, вернее, иногда есть, но... Это специальный случай, когда есть. Значит, дальше по теории возмущений мы попытаемся считать вероятность такого распада. То есть, частица с импульсом K распадается на две частицы после импульса не было. Какие есть вопросы по этой части? Вот, когда мы сейчас объявим перерыв. А потом продолжим. Есть где-то? Нет? Есть. Коннормировку можно? Что? Коннормировку на чем-то. Ну. Ну так, давайте отнормируем. У нас же A и окрестнормированный на что? Какая была диаграмма для этого? Все что получено сейчас? Диаграмма. Вы еще не дошли до этого. Какой когда... Диаграмма это вторично, да? Отсюда, да? Это когда вы уже знаете диаграмму терминку, когда рисуете диаграммы и пишете после этого матричный элемент. А мы же сами диаграмм не знаем. Да? Мы еще не обучены, но диаграммы знаем. Мы знаем, вот... Мы же идем... Как говорится... Последовательно, да? Вот у нас имеется такое вот движение, да? Вот отсюда мы должны получить диаграммы, например. А по которым вы потом уже можете считать. Используя диаграмму технику, да? Пока мы диаграммы не знаем с вами. Ну или как это? Я должен считать, что мы не знаем, да? Может быть, вы уже знаете, но... Мы это должны получить. Никаких знаний без Бога у нас нет. Есть еще вопросы? Ну, на беру... Ну, как... Я не знаю... И, ну, на беру, да? Здесь стоит... А, на... Да. И потом... В пользу хроната получается, что... Единичка. Ну, мы предполагаем... А, ну... Естественно, предполагаем... Не знаю, вот это... Что ноль на ноле на единицах. Да? Паркер. Все, да? Ну, хорошо. Тогда пять минут перерывы, да? Ну, хорошо. Вопросы есть? Вопросы есть? Итак, появится... Ээээ... Дальше нужно вычтвить... Что? Акгритуду перехода, да? А? А, эфотики. Изначально это личное состояние, да? Ну... Я могу это вывести, но... Наверное, вы это знаете, да? Из квантовой хроники. Здесь мы можем воспользоваться знаниями, которых... Которым вы уже знаете, и можем пользоваться, да? Вопросы сейчас. Чего надо? Наверное, я здесь... Давайте я напишу. Минус х. Да? Здесь стоит грав. Пси со звездой там... Конечная, да? Для украинян взаимодействие. Изначально... Возьмите 4 яйца, да? Вот такая форма. Теперь надо выводить. Ну, в квантовой механики. У меня смотри. А? Не просто я смотри. Еще раз скажите. О... А... Аплитуда перехода изначально в конечное состояние. А? Да. Ну, может быть, она у вас в каком-то подведе... У вас, может, память эта какая-то... Типа, минус и, а... Да? Там он сыграл там... От... Ленихайяна, да? По конечному... Нечное состояние. По ДТ. Да? Что-нибудь такое было, да? Просто... Большое возгущение. Да, да. Ну, конечно. Ну, выясните. Ну, я же сказал, по теории возгущений. Такую форму вы помните? Звое помнят. Остальные... Не помнят. Вот. То есть... Итак, у нас имеется вот такая форму, да? Значит... Дальше... Что? А... Ну... Как отличаются внутреням взаимодействия, органам взаимодействия? Да. А, надо поставить. А, надо поставить. Нет. Ну, не... Как? По кусточкам они не отличаются. Знакам отличаются, правильно? Потому что, ну, как вы помните, да? Что такое применение? Да? По кусточкам минус это. Помните? Ну, вот. Ну, как... Тот гемогениан переходит, да? Это просто меняет знак. Правильно, да? Ну, то есть, если я хочу написать возгнажам взаимодействия, то я по-русски, то я по-английски стал. И... А, значит, три ликса. Так, да? Ну, вот. То есть, эту формулу... Эта формулу у вас... Как это? С прошлого года с квантовой механики. Не надо, как это, мне говорить, что вы ее знаете, да? Хотя, ну, можно потратить перебилы на его... Нет, только... Манаверова все, что вы знаете. Ну, вспомните тогда. Значит, ну и все. Тогда нам надо написать амплитуду перехода, да? Вот. А потом, значит, мы, наверное, сможем сочетать и двоярность. Правильно? Вот. Ну, тогда, значит, что? Все у нас есть, да? А начальное конечное состояние... Ну, вот то, что у меня здесь написано C, E, C, F... Да? Это вот так. По гражданам взаимодействия, вот и возвести. Да? Ну, казалось бы, берем, оставляем, и вычисляем, да? Ну, как? Кто-нибудь желает спить меня около доски? Или никто не желает этого делать? Ну, что такое? Ну, не пальцем в другую тыкать или пальцем тыкать? Как это? По фамилии я у вас не знаю. Потом придется патинку. Потом придется патинку. Как это? Как это? На кого-нибудь. Ну, давайте, нам остынем. Скрайки возьмите. В следующий раз скрайся и сделайте. Интеграл пишем сразу. Интеграл под 4. Потому что все-таки стать под интегралом. Интеграл под 4, да, если напишем сразу. Такие еще сказать, да? Вот. А теперь все, да, все работаем. Так, да. Так, да. Вот. Ну, мы их можем переставлять. А теперь, как икот, нам в лице они коммутируют. Это разные частицы. Вот. Значит. 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 Пишем в обережа. Да? По прямолям вот здесь. Да? Какая-то константа же. А здесь стоит сумма. Да? Ну, давайте. Первый раз как это. Попытаемся написать. Хотя, может, сразу... Ну, ладно. Не будем у меня отображать. Как это? Первый раз напишите все. Потом... Как это? Вам захочется соображать в уме, да? Чтобы потом все не писать. Здесь пока что все еще. Так. Так. Вы потом не забудете написать уже рекордами. Ну. Потом добавить. Не. Только у нас там фиагены по два есть. Поэтому там сумма же стоит, да? Поэтому фиаген штрих какой-нибудь. Или так. Не. Ну. Да. Или ни ка. Ну, штрихи, да. Так. Посташки. Потому что у нас хай фиагены по два уже заняты. А там суммировать ее. Правильно? Поэтому нужно что-то другое написать. Так. Это мы написали, что? Фи со звездой? Ну, тогда надо еще поставить, чтобы был крест, да? Там, плюс и так далее. Не-не-не. Вот здесь вот. Вы написали фи крест, да? Значит, здесь крест плюс ц. Нет? А, ну, как, не знаете. Софийский садоризод. Вот, стоять. А, ну вы хотите так написать? Ну, 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 ну. Да. Давайте все же мы убежим здесь. Хотя это не так важно, но давайте все же на фиагене писать. Минус. А, минус. Там будет. Как у нас написано. Ну, либо штык какой-то тогда. Да. Вот. А, говорят, что ладинцы, ну и штыки, да, мы будем ставить, да? Так. Ну, а давайте определяем так писать. П-1, 3, да? И Эпсилон, б-2, 3, да? Так, да? Ну, как это? Ну, как это? Эпспонент аргенального знаки? Ну, было сколько? Ну, а еще нет. Так. Сейчас я вам, короче, отпустим. Так. 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 Ну, вот. Теперь что? Теперь нам нужно вычислить этот матрический элемент, да? А, вот он написан, да? Значит, смотрите. Так как мы знаем, как действуют операторы А, да? Смотрите. Если я из операторов А, да, у нас стоит окрест. Да? Если я возьму еще окрест в этой сумме, да? То это даст сразу сколько? Ноль. Потому что два раза вот действует крестов на ноль, да, окрест, да? Я получу две частицы, правильно? Да? А слева стоит ноль. Там ничего нет. Да? То же самое касается В и С, да? То есть, если у нас здесь имеется В и С, да? То, соответственно, нужно выбрать здесь, чтобы В и С было только с крестом по одному оператору. Ну, понятно, что количество операторов рождения и уничтожения, да, должно совпадать. Иначе у вас не совпадет баланс, да? И состояние будет орхогональным. Понятно, да? Поэтому в этой сумме, почему я говорил, что можно там в уме сразу подумать. Из этой суммы мы сразу можем... Вы человек подойдет туда крест, правильно? Да, давайте. То есть, это не дает вкладу, да? Смотрите, у нас здесь есть В и С, да? Поэтому В и С тоже вклады не дают. Да? Из этих сумм. Да? Дают только суммы вот эти А, В крест и вот этот С крест. Согласны? Вот. Ну и все. А дальше, очевидно, опять что? Например, смотрим. А, К штрих. И стоит А крест К. Да? Ну давайте одну сумму. Один напишем. Остальное так же будет. Вот стоит у нас что там? А белое. А К штрих, да? А К штрих. А там стоит А крест К, да? А крест К. Так, да? И 0, да? Здесь стоит. То есть, что касается операторов А, мы оставляем только вот это. Правильно? Так же, ну, вот это все факторизуется. То есть, это произведение А на В и на С. Согласны? Вот. Ну, мы просто, как бы вот, чтобы попроще, сразу рассмотрим А, да? Что нам можно сделать? Как обычно? Берем и переставляем, да? Да? Если у нас К штрих не совпадает с К, да? То это будет сколько? Ноль будет. Правильно? То есть, вы рождаете частицу с инкульсом К, да? А здесь надо уничтожить частицу с инкульсом К штрих, которой нет. Да? То есть, это будет ноль. Ну, или вы по-другому переставляете, просто 10 и тебя в К штрих сюда. Это будет ноль. Правильно? Вот. То есть, из этой суммы выживает только решение, когда К штрих совпадает с К. Да? А когда вы переставляете, да? Вы получаете силу он хронекера и с переставленными, да? А здесь, то есть, он на ноль дает ноль. Да? То есть, это получается что? Единица. Правильно? Это понятно? И причем единица получается, когда К штрих совпадает с К. То есть, из этой суммы только 1 членов. То же самое у вас получится, когда вы расписываете B кресло, например, вот цепленное, да? У вас тоже B1 совпадет с B1-4. Только один член в сумме даст вам. Все остальные дадут ноль. Гробовое молчание тогда прекратите. Скажите чего-нибудь нам, а то мы здесь стараемся для вас. Да? Вот. Да? Тут тоже будет единица, да? Ну, отсюда легко пишется ответ, да? Т.е. равняется и остается, да? Итеграла по D4-X. Да? Ну, а из этой суммы, можно сказать, G остается. Борни остаются вот эти все, да? 2-ометра, V. Да? Теперь будет 2-мексула, P1, но P1-4 теперь равняется P1, правильно? Да? Вот. И остается что? Вот отказывать только экспонент остается, правильно? Вот пишем экспонент. А так, да? Все правильно. Так, да? Ну, интеграл ну легко сейчас возьмем, да? Возьмите любой интеграл. Возьмём, давайте пишите. Остается 2-3-4. Так, поэтому четвертой степень не хотите написать? Ну, корень остался. Ну, пишите, вот эти, прямо так пишите, что они нам будут потом, как бы, по эректу пояснить. Штихи теперь тоже не надо, потому что мы уже... Понятно, да? То есть, получаем вот такой ответ для амплитуды перехода, да? Ну, значит, хотели нарисовать диаграмму Феймана, да? По согласной амплитуде мы теперь нарисуем диаграмму Феймана. Значит, смотрите. 2, 3, 4 и на дельта-функцию, вот эти множители, да, это внешняя линия, это всегда так. А стоит что-то? Ж-вершиня. То есть, рисуем диаграмму. То есть, у вас есть линия, то есть, вот эта амплитуда соответствует 2-1. Тогда, вот эта амплитуда, вот эта амплитуда, вот эта амплитуда. Вот диаграмма Феймана. Согласно этой диаграмме, вот этой вершине, пишется амплитуда, то есть, мы идем вот отсюда, да? И пишем, здесь только на каждой внешней линии 2x на b, корень, да? В вершине стоит g, да? Потом здесь опять, и здесь тоже немножечко стоит. Так. Вот эта диаграмма Феймана для Кашей. А 2π? 2π в четвертой нам, вот эту, на дельта функцию, это будет закон сохранения энергии, на всю диаграмму. Какую бы диаграмму ни нарисовали, то в конце будет вот такой множество. Ну, сейчас мы несколько раз вычислим, и вы убедитесь, что другого вам не дадут. Вот. Пролюблено π в четвертой на дельта функцию. Так, да. Значит, ну, что теперь? Теперь, значит, надо досчитать. Ну, вот амплитуду мы сосчитали, да? Теперь надо считать вероятность распада, да? Давайте, у нас есть еще с вами 15 минут, где-то как минимум. Я думаю, мы с вами успеем. Чему равняется вероятность распада? Квадрат амплитуды. Квадрат амплитуды на плотность конечных состояний, правильно? Ну, и пишем. ДВ как-то вероятность распада. Ну, это ведь не умножается, там как-то отчерпили, кто-то подумает, чтобы перемножили, да? Вот. ДВ равняется АФТ по модулю в квадрате, да? На плотность конечных состояний, да? А что такое плотность конечных состояний? Давайте сразу напишем. Это D3P1, да? D3P2, на 2P6, так он на 2P5, на каждое состояние. И еще что мы можем написать? Не-не-не, ну, H5. Ну, плотность конечных состояний, да? Ну, плотность конечных состояний, да? Ну, L и здесь еще L, да? Ну, на каждой части по плотность, плотность в квадрате, да? Ну, как, что такое плотность конечных состояний? Так, да? Ну, вот, написали плотность конечных состояний, то есть... А вот это у нас есть уже, да? То есть, ну, тогда как... Продолжим, да, наше упражнение. ДВ равняется чему? То есть, нужно будет 10 квадрат, да? Есть. Это будет 2P. А, мы сразу, да? Ну, хорошо. А вот давайте мы сразу... Я сейчас поясню, почему я не хочу сразу сказать. На... что, на G в квадрате, да? На d в квадрате, да? На d в квадрате... Хорошо, блин. Хорошо, а, по-моему, это не за функцию квадрате. Уже не нравится. Ну, это вы пишите, где я-то. Вся вина на вас. На d в квадрате. Теперь давайте попробуем засчитать дальше Вы уже обратили внимание на нехорошую дельтопункцию в квадрате Давайте попробуем расписать дельтопункцию в квадрате Значит, смотрите, давайте отдельно напишем, чтобы вам не перепислить То есть у нас есть 2π8 на дельтопункцию в квадрате Можно даже не писать 2π8 есть, да, и дельтопункция в квадрате Напишите просто, да, вы там поставьте, что там что-то есть, да А как мы можем расписать? Равняется 2π4 на дельтопункцию А другую дельтопункцию превратим в то, как вы ее получили Как импибралку напишем Ну, будет писать просто так Смотрите, вот это отлично от 0, только когда вот здесь 0 В скобках стоит Видите? Значит, когда в скобках стоит А если не 0, да? То тогда экспонента равна чему? Единице, да? И вы можете легко взять интеграл Интеграл под а4х, сможете взять? Вот Он будет чему равняться объему, да? И времени, да? Ну, мы взяли какой-то объем и какое-то большое В этом же время А там на минус Т пополам На Т пополам Ну, и тогда это все равняется 2π4 на дельтопункцию, да? На дельтопункцию, да? На В и на В Тогда Тогда, если смотрите, вот вы уже належитесь немножко, ну ладно, вот теперь мы здесь поменяем, да, то у нас, смотрите, сразу видно, что объемы все сократятся, видите, ну вот, В, еще вот В, и В, У, сократятся, сократятся, и останется время, да, но это как бы полное, а мы надо, что нам надо делать, нам вероятно, что единица в объеме не смотреть. Поэтому, если мы поделим на Т, то получим ответ, ДВ с точкой, то есть вероятность перехода в единицу времени, понятно, да, пишем ответ, ДВ с точкой ДВ, оно равняется чему? Теперь ДВ с четвертой, да, будет, останется, на дельта функцию, на эту, да, на Ж в квадрате, да, на вот этот весь множитель, и на вот эту уже еще. Мы это проделали, но это будет повторяться каждый раз таки, то есть сколько это, ну мы каждый раз будем, естественно, повторять, то есть вы как-то посмотрите, да, потом мы повторять каждый раз это не будем. Видно, да? Ну, теперь что? Теперь у нас осталась вот здесь четырехмерная дельта функция, правильно, да? Тогда надо взять и что? Попытаться проинтегрировать, да? Как будем пытаться интегрировать? Ну, под это или... Один раз нужно. Да, один раз, то есть эти импульсы все незабисимы, правильно, да? Да. da. x, y, d, z, да, компонент. Поэтому он берег, и он сразу интегрировать, останется только днептик, чтобы обе, да, ну там, собственно, они, то есть они пустят два, и у нас тоже, да, g в квадрате, Д 3-9 I. Ну вот, есть 2 doulada, в адресе, можно было произвести в нутраво. А вот, траяна, речи. А не осталось? Нет вопроса. Теперь надо проинтегрировать еще вот эту деку. У нас закон есть, который выразит все энергии через импульс. Да, есть. Ну то есть у нас что есть? Эпсилон в квадрате, да, равняется b в квадрате плюс m в квадрате. Ну я напоминаю, что мы сейчас уже а и все полагаем, если равном уделить. Да, давно уже. Тогда он хочет выразить… здесь стоит… d3p это больше такое… b в квадрате на dp, правильно, да? Ну b в квадрате на dp, так, да? Вот. И по dω. А вас? Ну что такое d3p, рассмотрите, потому что смотрят подозрительно, как я говорю. d3p чему равно? Напишите где-то отдельно. d3p один, да? Или просто там… Это будет… Не-не-не, вот, подождите. Под омега не надо интегрировать. Вот как это. d омега есть, да? Где левского угла? Ну вдруг это углов… Ну я понимаю, что если у нас углов не зависит… Вот так, да? Ну dp – это вот вектор именно. Давайте я так поставлю. Да? Ну вот имеется в виду, что это векторная часть. Ну понятно, да? Значит, нужно интегрировать pdp. А здесь стоят где-то обе-то, правильно, да? Видите, да? Поэтому нам нужно как-то или преобразовать, либо что-то сделать. Это по-разному. Ну он пошел каким-то образом, да? Когда здесь как нужно? Всяко продиференцировать, да? Epsilon dm равняется pdp, да? А тогда как? Ну он здесь пишет, везде нужно понимать, что здесь стоят уже все. Везде это стоит вектор. Понятно, да? Тогда он здесь может заменить… Помните заменить уже когда-то, да? Он пошел каким-то образом. Заменить, и тогда будет интеграл pdp, да? Ну и сколько это будет? А, шаргив 6-й забыли. А, шаргив 6-й забыли, да. А вы вон там, слева, смотрите, вот эту аблитуда, что вы писали. Оно уже… Я так понимаю, здесь все понятно, да? Прямо прости. Так. Здесь, к сожалению, надо не продолжать вам. Ж в квадрате… Давай-ка, вы простируете. Ж в квадрате, потом стоит d3p1. То есть это будет dω, да? dω, да? Так, а у нас… v1-то же… dω… Нет, ну… Это и v2, да? Это будет dω… А здесь будет dω… А, ну да, я понял, да. А, ну да, я понял, да. А где то? 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 Ну да, я бы не столько того большого пишет, да. Я и говорю, он и говорил, что я не говорю, что я не говорю, а где то? А где то? А где то? А где то? Epsilon… Epsilon 1 пишите? Здесь Epsilon 1, да? Epsilon 1… Epsilon 1… Epsilon 1… Epsilon 1… Не, ну не надо так, что это… b1, просто пишите, что вы… Ну, вектор ли по мотру… Вот так, да? Ну и этот самый лучший здесь, да. И первый армию км отрасли уже написали, да. И вот, ещё восьмёрка, ну 2, 2, 2... Вот теперь по самое острым – я же Магену снова. Тогда… Осталось взять интеграмм от 2, Мега 1, вот вот эта пункция, да. Здесь ничего нет, правильно. Чему равняется интеграмма? То есть давайте напишемся здесь, опять подожди, научитесь брать эндограмму. Какой эндограмм? Правильно, да? Чему она равна? Нет. Почему нет? Почему теперь я сопротивляюсь? Чтобы он единицы написал. Кто подскажет? Не всегда мы хотим. Посмотрите, когда мы интегрировали по d3, по 2, да? Ну как они интегрировали? dpx, dy, dpz. Правильно? И у вас не было никакой связи px, py, pz, да? То есть перемены вот такие, p и k, никак не были связаны. То есть связь получили, когда мы проинтегрировали. А теперь смотрите, вы получили связь. После того, как вы проинтегрировали, у вас теперь что появилось? Закон сохранения импульса. Вы этого не заметили? У вас теперь есть закон сохранения импульса, когда вы взяли с дозу гидравла. Да, равняется k. Теперь у вас есть такой закон сохранения импульса. Вы поняли, да? И теперь у вас что? ε1 и ε2 не являются независимыми величинами. Поэтому надо брать, ну здесь уже надо брать в какой-то системе, да? Давайте возьмем на первый раз в системе покоя. Самое непростое, да? Это мы уже перешли в определенную систему. Этот интеграл зависит от системы отсчета. Понятно, да? Вот как он будет выглядеть. Значит, тогда ε1 равняется ε2. Так, да? И тогда этот интеграл равняется чему? А, да. А, помню. А, помню. А, помню. А, помню. Как помню, помню. А, помню. А, помню. А, помню. А, помню, помню. Так, да? Так, да? Ну, кто бы говорит, берешь, перефиксировал, да? Дописано 1 единицы или здесь единицы? То есть двойка. Получается 1 вторая. Понятно, да? Но это вы взяли, я подчеркиваю, в системе покоя. Если бы вы брали на лету, да? Тогда нам было бы немножко более, больше форма написали. Но она сейчас не будет писать у нас Ленина Мау, но мы все равно еще успеем напишем все такие формулы. Ну и тогда, теперь если вы сюда подставляете, вот эту дву-вторую, вы получаете ответ, правильно? Дв с точки равняется чему? Дв по даметам сразу, что тут, по даметам, равняется, ну и перебисывает. А, ну да, в этом смысле, так как мы уже перешли систему покоя, то мы вот это написали помиду пополаму. Но даже не омиду пополаму надо писать, а м пополаму, потому что мы со всеми покоя находимся. То есть, м, ну, большой плюс там, какой-то, да, м пополаму, да? Ну, импульс, я на крайнем писании, как мне написали, напишите по импульсу, импульс. Потому что зависит, ну, да, 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 да. Вот, а что дальше еще осталось у нас? Все? Восьмерка осталась, да, м пополаму, омиды. А, м, м, вот эти м пополам, опять же. То есть, м поделить на 4, да? Так, м пополам, да? Ну, теперь можно все эти м пополам. Да, конечно, мы сами делаем историю. Столько постарались, теперь спрашивайте. Так. Ну, теперь перейдем, там, давайте, шпатоком, давайте. К квадрату. К квадрату. К квадрату, да? Да. Вот. И теперь здесь 4, да? Подождите. Вот эта двойка прошла сюда 4, вот эта сократилась до 8. Почему? Так, у меня как двойку спустится с 8-х секретарей. Да. А, да, 8, да. Ну, посмотрите. Так, да? Вот получили ответ, да? Ну, что, получилось, вот теперь все, да? Больше нам интегрировать нечего. Но у нас получилось, что зависимости от углов нет, да? То есть, у нас изокрупное распределение. Ну, это естественно было ожидать, да? Что у вас скалярная частица распадается на две скалярные частицы и от углов зависимости нет. Почему 8? А там не 8. Не 8, а сколько? 8 на 4. А 8? Ну, посмотрите. Вот эта двойка сокращается, да? Это четверка. Да? Четверка. Еще вот эта двойка. Четверка, это двойка, а восьмерка. Да? Так, да? 8. 32, да. Я зря с вами согласился. Я чувствую, что не пишет. Вот. Так, да? Правильно? Вот. Ну, то есть, зависимость от угла зависимости нет. Изотропной, да? То есть, у вас стоит частица распадается на две скалярные. Так, естественно, никакой зависимости от угла. Ну, и тогда мы уже получим полную вероятность с точкой, да? Проинтегрировать по гаймерам легко здесь. Не всегда звучит легко, но в данном случае легко. Да? За четыре пины. Просто умножаем на четыре пины, правильно? И получаем полную вероятность. Ну, вот. Значит, мы с вами сегодня, да, преодолели такой пробеж, да? Сочетали вероятность распада. Для этого нам только понадобился бедло граждан, да? И мы с вами сочетали вероятность распада. Ну, с чем можно? Может, пройтись массовой? Да, ну, конечно, да. Ну, я говорю, ну, там будет, соответственно, стоять там, М пополам, да, в квадрате минус М маленького в квадрате. Ну, может быть. Так, да. То есть, все известно. Какие есть вопросы? По этой части. Сначала к нему. Вас не хотят спрашивать. Ну, да, все, спасибо вам. Так, когда ко мне буду, то вот. Позвольте. Ну, тогда, тогда мы на этом сегодня заканчиваем, да? Если вопросов у вас нет. Я так понимаю, вы сказали, что… Вы сказали, это задание ставить, да? Владимир Ильич? Ну, тогда… … 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